Средние специальные учебные заведения Неницкого округа готовятся к экзаменам. В связи с объявленным в регионе режимом повышенной готовности, профессиональное училище, Неницкий аграрно-экономический техникум и социально-гуманитарный колледж также перешли в режим дистанционной работы. Подробнее о том, как проходит обучение и подготовка студентов к экзаменам в нашем материале. Давайте с вами пробежимся сейчас по экзаменам, которые у нас будут происходить завтра. У всех есть доступ на Яндекс.Диск. Завтра 20 студентам 4-го курса предстоит сдать экзамен. В сложившейся эпидемиологической ситуации он пройдет в режиме онлайн. В остальном все как обычно. В 9 утра преподаватель даст задание, которое надо выполнить за определенное время. Как и положено, перед сдачей студенты получают консультацию от преподавателя. Сложность возникает в том, что сложно контролировать детей. Если в формате экзамена мы принимаем преподаватель, перерочное принимает студента, то тут сложно проконтролировать процессы, именно списывание, так сказать. Но выходим из этого положения каким образом? Во-первых, это видеоконференция, то есть у нас есть живое общение со студентом. Ну, во-вторых, сокращение времени на выполнение заданий. Средние специально-образовательные учреждения региона, как и школы, перешли в режим дистанционного обучения. Лекции, семинары, зачеты и экзамены теперь проходят в системе конференц-связи. Изначально была такая сложность, что мы долго подбирали те программы, которые могли бы у нас работать с условием нашего интернета. Кто-то через ноутбук выходит, кто-то через телефон. То есть сейчас у меня 100% все студенты вышли на связь. В отличие от школ, которые заканчивают учебный год в мае, профессиональные учебные заведения продолжают образовательный процесс и в июне. В частности, Ненинский аграрно-экономический техникум учит студентов до 30 июня. Группы, которые у нас в этом году выпускаются, студенты уже начинают сдавать текущие экзамены, текущие зачеты, чтобы выйти на производственную практику. Конечно, на сегодняшний день мы организовали свое обучение с применением дистанционных технологий и электронного обучения. За этот месяц преподаватели, мне кажется, уже огромное количество освоили информационное пространство. И, соответственно, сегодня максимально они применяются. Еще одна специфика профессиональных учебных заведений – обязательная практика. Для некоторых профессий пройти ее можно также дистанционно. Выручает то, что студенты уже на протяжении 2-го, 3-го, 4-го курса, они уже ходили на практику. Мы их постарались распределить в те же предприятия, на сегодняшний день, где раньше они уже были. То есть у них есть уже наработанный материал, в предыдущие дневники отчеты, которые они могут использовать. То есть они уже знают тех работодателей, которые за ними закреплены, то есть со стороны работодателя, специалистов. Они связываются с ним также дистанционно, получают материалы, обрабатывают, пишут дневники и отчеты, ну и параллельно пишут также дипломную работу. Всю необходимую информацию студенты получают сейчас онлайн, выбирая для обучения и взаимодействия с преподавателями удобной интернет-платформы. По каждой дисциплине, которая изучается студентами, информационные материалы публикуются на Янтекс.Диске и общение проходит, например, в режиме через программу Zoom. В целом средние специальные учебные заведения региона готовы работать в формате дистанционного обучения. Но все же некоторые специальности предполагают очные курсы и практические задания. Мы в департаменте этот вопрос обсуждали в связи с выступлением президента вчера, после 12 мая уже будут приниматься другие решения, например, по снятию определенных ограничений в каждом регионе. И в соответствии с нашей обстановкой в регионе мы уже будем принимать решение о завершении года учебного в этом году или будем переносить завершение уже позже. По словам преподавателей, студенты готовы к различным вариантам обучения. Дистанционному и очному. Но последний, конечно, более предпочтителен. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». 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 Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».